здравствуйте дорогие друзья и уважаемые дети у нас программа ольга шоу нас в гостях на global демо здесь санта-клара convention center в центре силиконовой долине влад и наталья которые представляют компанию sound of motion компания существует с 2007 года в канаде началась и в саневилл есть presentation в торонто правильно ванкувер и саневилл калифорния что привело к созданию этой компании сначала мы создали технологии измерения вычисления движения колеса с высокой точностью и эта технология была сделана не только для велосипедов но для любого для любого устройства которое есть колесо автомобиль велосипед что угодно вот но пришли мы к велосипедному рынку потому что здесь высокая точность была очень нужна тем более профессиональным велосипедистам которые занимаются велотреках и от это вот мы и пошли развивать наш технологию и теперь этот технология доступна для всех велосипедистов дорожников ездят по горам сенсор измеряется высокой точностью ваш путь скорость ускорение и также вычисляет угол наклона дороги и вашу мощность мощность которая выходит на велосипеде многие серьезные люди которые занимаются серьезным велосипедным спортом они используют мощность для того как определенно сколько эффективно они ездят на велосипеде это на самом деле получается недорогой измеритель мощности сейчас он на рынке 149 долларов стоит конкуренты они начинают это полторы тысячи долларов и и я так понимаю sound of motion все таки это сенсор который дает какой-то звук сенсор работает с мобильным приложением и мобильное предложение использует mp3 звуковые тона для того чтобы информировать велосипедиста насколько они хорошо тренируются чтобы они не глядели на экран телефона могли определять свои показатели по звуковым характеристикам и конечно потому что вы говорите на хорошем русском языке я хотела бы узнать откуда вы приехали и где вы живете я приехал из москвы и вот теперь вам такой квиз для тех что я еще уехал из советского союза сожалению без меня страна не удержалась я германии работал немного потом приехал ванкувер и вот теперь между ванкувером силиконовой долины а заканчивали обучение в москве москве институт инженеров железнодорожного транспорта сейчас это академия железнодорожного транспорта то есть такой прибор можно поставить на поезда тоже как я сказал любое колесо если не будет потребность очень точно измерять движение мы можем сделать да и я знаю наталья это маркетинг департменте работает в отделении а наталья у нас откуда приехала я приехала с украины а я родилась в городе черкассы я обучалась в киеве и приехала сразу со с франциско три года назад и вот сейчас изучаешь и помогаешь с маркетинг для велосипедистов почему именно калифорния вы начcentered ну не начали с перепордные но все Как и здесь, в Калифорнии? Вы знаете, всем известно, что развитие технологии, центр развития технологии, это силиконовая таллина. Есть разные другие центры, но они более ориентируются на то, что происходит здесь. То, что происходит здесь, везде это отголоски. Маленькое движение технологий здесь, оно может повести за собой, как цунами, в большую волну на рынке Бразилии, на рынке Китая, в Европе, в России. Поэтому, когда ты находишься в центре этого всего, даже небольшие какие-то изменения, ты знаешь, что это влияет на весь мир. Поэтому мне очень интересно сотрудничать с фирмами здесь, особенно с фирмами, которые занимаются спортом, здоровьем, атлеты, у которых есть стремление и большие цели в жизни. Поэтому я чувствую что-то подобное русскому духу в плане того, что работают с профессиональными велосипедистами, которые ставят себе высокие цели и хотят улучшить свой performance, используя очень точные приборы измерения. И, возможно, использоваться этим очень легко, просто через приложение в самом телефоне. Замечательно. И хотелось бы узнать, что бы вы могли пожелать нашим слушателям и зрителям. Занимайтесь спортом, садитесь на велик и ездите. И, я думаю, что неплохо бы иметь такой вот сенсор. Мы не будем настаивать, если вы будете использовать, мы не будем возражать. Замечательно. Спасибо, что вы пришли к нам на наше шоу. И успехов вам в вашем бизнесе. Спасибо большое. И помощи всем велосипедистам и кто рядом с ними тоже. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...